Календарная зима близится к концу, но впереди еще морозы, снегопады и огромные сосульки. Тверичане боятся выходить на улицу, опасаясь глыбы льда, свисающих с крыш. Как сосульки держат в страхе жителей многоквартирного дома на проспекте Калинина 6? И почему управляющая компания, на балансе которой стоит дом, бездействует? Разбиралась наша съемочная группа. Из подъездов выходить страшно. Негодуют жители многоквартирного дома на проспекте Калинина 6. И причина опасаться действительно есть. Я возвращалась домой с магазина. И где-то, ну, не намного, вот настолько рядом со мной прям упала сосулька, огромная сосулька. И я просто чудом, вот, что не попала мне по голове. Эта зима для тверичан, проживающих на проспекте Калинина 6, выдалась непростой. Управляющая компания, которая раньше обслуживала их дом, обанкротилась. И с 28 декабря 2023 года к обязанностям приступила уже другая УК. К нам развешивают объявления. Назначена нам городская управляющая компания. Ого-го. В январе прислали квитанции. Мы все справно оплачиваем. Вот у меня тоже все оплачено. Тысячу с лишним. За услуги ЖКХ. Всю зиму мы в снегу. Приходится вот эти горы самим вручную лопатить. У нас пенсионеры, у нас инвалиды в доме живут, у нас очень много детей. Жители обратились в администрацию района, но от совета, мягко говоря, были в шоке. В администрации сказали, вы своими силами должны сбить сосульки. Вот как хотите. Человек стоит с клюшкой. Как он порезет на чердак? Сбивать все это. Все делать своими силами. Своими силами. Своими силами разгребаем снег. Своими силами моем подъезды. Но это же не дело. А деньги же мы платим. Мы связались с управляющей компанией, которая сейчас исполняет обязанности по содержанию этого многоквартирного дома. По крайней мере, так указано на объявлении, которое зимой появилось в подъезде местных жителей. У нас центр делового обслуживания, компания наша называется. Они ничельные. И таких много было по городу, поэтому вот так вот поделили, дали как бы временно. Говорили до 10 февраля. Мы сказали вроде как, брать только заявки аварийные. Так, а дать чечи, засор. Мы отправили запрос в администрацию города, чтобы узнать о дальнейшей судьбе этого многоквартирного дома на проспекте Калинина 6. И об этом расскажем в следующих выпусках новостей. Но, увы, это не единственный случай некачественного подхода к содержанию многоквартирных домов. 21 февраля в центре Твери на Советской улице на остановочный павильон с крыши многоквартирного дома упал снег и сосульки. Стеклянная крыша рухнула в считанные секунды. К счастью, никто не пострадал. Но даже спустя сутки остановку не просто не починили, но даже не убрали обломки. Еще один печальный случай, но уже с последствиями, произошел в новом многоквартирном доме в микроюне Брусилова. Девушка упала в подъезде на глазах очевидцев и потеряла сознание. Молодая девушка выходила из подъезда и на скользкой поверхности, подскользнувшись, она упала. Упала, видимо, сильно ударившись. Встать-то она сама смогла, но выйдя из подъезда и пройдя несколько шагов по улице, она снова упала. И уже от головокружения. Вызвали скорую. Травма оказалась несерьезной, ушиб головы. Эти случаи еще раз говорят о том, что лишний раз надеяться на работу управляющих компаний не стоит. Лучше всегда держать руку на пульсе и быть начеку. Что в подъезде, что около него и, конечно, когда вы идете под крышами домов. Остается надеяться, что оттепель не выполнит работу управляющих компаний раньше, не собьет сосульки кому-нибудь на голову.